У студии программы «Задай питание уладе» проректор по учебной работе Беларусского державного университета транспорта Юрий Самадум и отказный секретарь приемной комиссии Вячеслав Лодня. Почас промого эфиру гости рассказали об специфиций и умовах поступления и отказали на актуальные питания, которые цикавили радио Слухачоу. Беларусский державный университет транспорта – это одиная транспортная ВНУ в нашей стране. Подрыхтовка специалистов туда же является на самом высоком уровне с использованием современных методов, технологий и подходов в научении. За историю своего иснования установа подрыхтовала больше 45 тысяч высококвалификованных специалистов. Студенты БелДУТа отримливают выключено якостные веды. Минавитотаму и незауседы являются запотребованными на профессийной НИВе. Ежегодно выпуск у нас порядка 700-800 человек. Понятно, что бюджетникам мы предлагаем первое рабочее место. Распределение 100% за исключением тех случаев, которые предусмотрены законодательством. Устраиваются они хорошо. В основном, конечно, это транспортное предприятие забирают. Могу сказать, что Белорусская железная дорога в этом году больше 200 человек приняла на работу. Все лето в установе плануют набрать больше тысячи студентов на дзюнную и заводченную форму научения. До уваги абитуриентов Белорусского державного университета транспорта представлены широкий спектр специальностей. От транспортных и будильных, до керующих и творческих. Сегодня ВНО может пропоновать своим потенциальным студентам научение по большим 30 специальностях на дзюнной и большим 10 на заводченной формах научения. Даже и те, кто уже пришли сюда с необходимым пакетом документов, смогли не разгубиться у этим богатым и разноплановым пиралику. Бо загадя вызначилися с будущей профессией. Я вообще решила еще в 10 классе поступать в Белгут на коммунитарно-экономический факультет. Специальность коммерческая деятельность. Мне почему-то давно нравилось транспорт, железная дорога, все, что с этим связано. Электротехнический факультет, специальность микропроцессорной технологии. Выбрал я это потому, что я хорошо знаю физику и математику, я чувствую, что у меня к этому предрасположенность есть. Нагадаем, 15 липеня опушнить день, коли можно подать документы на бюджетные места УВНУ Украины. У платников часу крыху больше, по другого жнив неуключно. У обовязковом списке пашпорт, школьная теста, сертификаты централизованного тестирования, а так само меддаветка и заява. Приемные комиссии працуют с 9 до 18 годин. У свой шаргут для завошников сельгазпрофилю термины подачи документов установлены с 1 по 30 листопада. А вось у абитуриентов селовых и творчих ВНУ напереде еще внутренние уступные экзамены. Я не почнуться 16 липеня. Вероника Ворошилина, Сергей Климович, телер, радио, компания «Гомель». Спасибо. 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 Спасибо.